Единая база воинских захоронений 47-го региона в действии. За три недели с целью поиска погибших родственников и места их захоронения ей воспользовались 8 человек. Об этом стало известно на заседании Совета по межнациональным отношениям при губернаторе Ленинградской области. Напомним, база была сформирована накануне 9 мая по поручению главы региона. Сегодня она размещена на сайте msu.linobal.ru в разделе «Воинские захоронения» и находится в открытом доступе. На минувшем заседании обсудили изменение формата базы с созданием поисковой системы ее дальнейшее развитие. Так, одним из предложений было поручить наполнение ведения базы некоммерческой организации с выделением для нее гранта. Если требуется дополнительное бюджетное финансирование, делайте расчеты, выходите, мы такую поддержку вам окажем. Мы тогда объявим конкурс, вот у нас уже один претендент на конкурс есть, да, вот, что уже радует. И это значит, что в принципе мы сможем в надежные руки передать. Потому что работа сама хорошая, еще раз говорю, она первая на северо-западе. Такую работу пока еще никто не вел, не систематизировал. Сегодня продолжается паспортизация воинских захоронений 47-го региона. За пять месяцев 2015 года работа проведена по 61-му. Всего на данный момент в надлежащий вид привели документы 570 захоронений, где покоятся чуть менее 370 тысяч человек. Паспортизировать предстоит еще 200 воинских захоронений. Накануне 70-летия Великой Победы в регионе была проведена серьезная работа по реставрации мемориалов и уходу за ними. На заседании совета было озвучено и принято предложение о развитии над ними шефской работы учебными заведениями. Давайте мы составим реестр памятников, закрепленных за учебными заведениями Ленинградской области. Это и высшие учебные заведения, и средние специальные технические заведения, и наши школы. Ну детские сады мы не берем, ну все-таки понятно все, да? Вот надо такой реестр составить и опубликовать, чтобы все могли знать, за какая школа, на какое училище, какой университет, если есть филиал на территории Ленинградской области, шефт, над каким памятником. Хотя бы по одному памятнику. Если где-то у нас учреждения такие крупные, может быть там и два памятника, но это должно быть. С конца 2014 года в Ленобласти во всех районах прошли многочисленные встречи ветеранов, фестиваля, акции и конкурсы военно-патриотической тематики. Глава области Александр Дрозденко отметил, что подобная деятельность должна продолжаться в таком же темпе и после празднования юбилея.